всем привет сегодня будем делать блог мег 17 9 12 это киа рива старый блок сгорел совсем значит наша задача сделать без иммобилайзера этот блок и поменять вин номер под машину давайте попробуем включить блок на столе так это у нас главное реле бензонасос включаем главное реле бензонасос срабатывает теперь находим наш датчик 60 минус 2 эмулятор и включаем обороты смотрим что происходит ничего не происходит то есть бензонасос работает форсунка один раз мигнула и все больше ничего не происходит это свидетельствует о том что блок защищен иммобилайзером сейчас мы подключим блок через разъем к адаптеру сканматик 2 будем использовать pcm флешер и 81 модуль для правки вин будем использовать редакторы с пересчетом контрольной суммы покажу тонкости в пересчете и давайте его сейчас соединим и так мы все подключили подключили сканматик подключили pcm флеш и давайте сделаем идентификацию блока и посмотрим что нам покажет открываем наш сканматик 2 вот он включаем зажигание и смотрим победе вот у нас блок смотрим информацию вот наш винт значит нам нужно поменять этот винт под нашу машина также давайте посмотрим зайдем по киария вот ошибки в двигателе значит вот 1690 смартра не отвечает то есть иммобилайзера нет эту ошибку мы также уберем в редакторе чтобы ее не было и так сейчас открываем pcm выбираем адаптер сканматик 2 модуль 71 и делаем идентификацию вот пожалуйста он нам показывает что у нас процессор 1762 вот он у нас собственно говоря и выбран давайте нажмем чтение нам нужно прочитать и флеш и и пром потому что винт содержится в и проме вот флеш у нас прочитано сохраняем ее на рабочий стол все вот она у нас и теперь давайте прочитаем и пром и пром также удачно прочитан сохраняем его опять же на рабочий стол все вот перед нами два файла flash и и пром значит и проме нам нужно исправить вин код а во флэше сделать и мало и затереть ошибки по иммобилайзер давайте на рабочем столе создадим папку напишем 17 9 12 и скопируем сюда оригиналы вот здесь у нас будут лежать бэкап и оригиналы а с этими файлами мы будем работать открываем редактор hex workshop открываем наш файл и пром винт содержится в файле и пром вот он находим наш винт вот идет прошивка за ней идет сразу винт вот он винт и попробуем заменить на тот вид который нам нужен то есть у нас только последние шесть цифр не совпадает остальное все совпадает значит нам нужно внести сюда даже 5 цифр значит у нас получается 327 здесь на 344 344 683 683 даже 4 цифры не совпадает и давайте сохраним этот файл так мы его сохранили смотрим что у нас получилось вот наш винт он изменился 344 683 и теперь давайте попробуем его залить блок обратно с помощью pcm флешера так здесь уже у нас стоит и пром нам надо только открыть его и залить и пром в блок успешно записан теперь открываем сканматик и пробуем наш блок по обеди нажимаем информация видите информацию он не выдает то есть грузится грузится но информацию не выдает потому что винт изменен а контролька не посчитана то есть он основывается на вине видите мы не сможем посмотреть информацию об этом блоке вот что получается при смене вина с не посчитанной контролькой теперь давайте разберем еще один вариант в этом же файле мы возьмем и просто сотрем винт то есть поставим одни нули вот здесь вот таким вот образом просто стерли винт так же сохраняем подпишем ему нет вина теперь давайте зальем и пром со стертым вином совсем и посмотрим что нам покажет сканматик так открываем файл но винт и записываем его все файл записан включаем зажигание видите информация и опять информация висит то есть нам информация опять не выдается мы затерли винт либо поменяли что-то в вине но не посчитали контрольную сумму и сканматик не может определить даже блок а теперь давайте откроем и пром вот винт и для начала пересчитаем контрольные суммы то есть мы выделяем вот эту область открываем контрольные суммы нас интересует 16 бит и нажимаем сосчитать вот у нас получилось контрольная сумма 0544 здесь она записана в свапе то есть 0544 это контрольная сумма вот этого вина который сейчас присутствует теперь мы меняем винт ставим 344 683 683 также выделяем и пересчитываем контрольную сумму уже нового вина вот мы сгенерили получилось 054 д то есть нам нужно поменять 44 на 4 д 0 5 так и остается это и есть контрольная сумма теперь давайте его сохраним запишем винат кей сохраним в бинарном формате закрываем редактор опять открываем 7 открываем уже вин окей файл наш делаем запись запись прошла успешно и открываем наш сканматик включаем зажигание информация вот видите информация сразу же появилась как только мы изменили вин и посчитали контрольку информация тут же изменилась вину нас 344 683 собственно говорят так нам это было и нужно давайте сравним два и промо вот у нас и промо оригинальный и промо который мы сделали поменяв вин вот они изменения то есть изменения коснулись только концовки вина и контрольной суммы вот она и так файл но ему у нас сделан нам нужно открыть редактор мастер эдит про давайте загрузим нашу прошивочку вот но и им а итак модуль у нас запущен открываем маску ошибок находим ошибку 1690 вот она и меняем значение 9 на значение 0 все ошибку 1690 мы отключили также и второй уровень ошибки отключаем вставим 0 и теперь мы просто закрываем редактор нам пересчитал контрольные суммы и сохраняем прошивку 1 пишем но траву вот что он нам исправил редактор смотрим пересчет контрольная сумма власти калибровок ошибки 1690 и пересчет контрольной суммы файла так редактор у нас посчитал контрольная сумма мы галочку снимаем проверка корректировка контрольных суммы нажимаем запись продолжить продолжить завершено успешно итак после записи проверим выход блока на диагностику победе потому что только победе вин код показывает включаем зажигание информация блоки все пожалуйста винт тот который нам нужен здесь номер прошивки и посмотрим ошибку 1690 которая была так ошибки 1690 как мы видим уже нету от иммобилайзера теперь давайте подключим блок через наш стенд и попробуем его запустить на столе отключаем разъем с блока теперь берем другой разъем для проверки и отключаем также подключаем его к нашему стенду все стенд подключен значит что у нас здесь это форсунки зеленые красные катушки это главное реле это реле бензонасоса давайте попробуем включить блок нажимаем зажигание зажигание включили бензонасос отработал главное реле теперь выбираем 60 минус 2 и запускаем наш блок вот пожалуйста блок работает без иммобилайзера работа выполнена складка налambre для выбора размер номер 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 номером五zą writers выбор размер номер номера номер 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 игра обuir актаменты, дол, об probали актаменты, белорида, оставлены, но с slowedушку кинкам воздухами